Мои юные друзья, мои комсомольцы и большаки, я вас от души приветствую от Леопатриотического блока, где 56 организаций идут с реальной программой на выборы в Государственную Думу, губернаторские и местные. Желаю всем успехов в честной и содержательной борьбе. Удачи всем! В этом году мы отметили 60 лет легендарного полета русского советского офицера Гагарина, чей полет изумил весь мир. До его полета за три года была первая всемирная выставка после войны в Брюсселе, и все с изумлением ходили вокруг советского павильона. Они увидели спутник, который летал уже в небе, первый макет атомной станции, которая уже работала, лучшую в мире легковую машину Волгу, которая получила Гран-при, и первый в мире самоходный комбайн, который сделали рабочие инженеры Руссельмаша. Они восторгались в достижении великой советской страны. После полета Гагарина через три года Леонов вышел в космос, и тогда появилась у человечества легендарная возможность, а потом это подтвердила Савицкая, которая много лет работает у нас во фракции, дваждый герой, что можно в космосе формировать новый мир, новые лекарства, новые растения и новые стройматериалы. Тогда в Вашингтоне собралось все человечество и определило программу, как избавиться от болезней, нищеты, атомного оружия, и решили подвести ее к 2000 году. Когда собрались подводить на первом месте нищета, целые страны обернулись, новые болезни, против которых не действовали антибиотики, и загублена экология, и она сегодня полыхает пожарами по всей нашей стране. Через 10 лет терроризм ворвался в эту тройку. Я давно сделал вывод, что без социализации жизни, справедливости, социализма и дружбы, человечество загубит себя и планету. Поэтому наша программа и наша партия предусматривают реальный мирный демократический выход из крайне сложного и драматического положения. Да, президент в своем послании сформировал задачу войти в первую пятерку, одолеть нищету, вымирание и все сделать, чтобы прорваться в новых технологиях. Но бюджет, который предлагают два раза, имеет меньше финансированные эти цели, и страна продолжает проседать. Сегодня она 12-я, при темпах, которые были 10 лет меньше 1%, мы будем к 2024 году 15-й. Это значит, будет политический дефолт и провал всех главных программ. Наша программа «10 шагов достойной жизни». Я советую внимательно посмотреть, вы получили нашу газету, 12 грубых ошибок, которые допустила Дума в прошлом созыве, и что можно сделать сегодня, завтра и послезавтра. Считаю, это абсолютно реальная программа, под которую есть уже накопленный опыт. Мы уже показали в Иркутске, как за 4 года можно удвоить бюджет, как одолеть черных лесорубов, как все сделать для того, чтобы заставить Дерибаску платить полноценные налоги. Но это не понравилось. Душили до той поры, что посадили за стенки сына Левченко, который сидит год ни за что. Мы показали в народных предприятиях, как можно решать эти проблемы у Грудинина, Казанкова, Сумарокова, где средняя зарплата под 100 тысяч рублей, полная социалка, бесплатное образование, медицина и уникальные технологии. Но это не нравится современным рейдерам, которые продолжают душить эти уникальные производства. И тем не менее мы справимся с задачами. У Путина и у всех вас сейчас есть два выхода. Или социализация жизни, которая позволила за 100 лет нашу страну собрать в единый союз и одержать великие победы над фашизмом. А Китай из нищеты прорваться к высокому космосу и стать локомотивом мировой экономики. Или фашизизация жизни. Вы ее видите на Бандеровской Украине по лесным братьям, которые маршируют по Прибалтике, и тех мерзавцев, которые сносят памятники героям Великой Отечественной, освободившей всю планету от фашизма. Мы предполагаем социализацию, и наша программа, уверяю вас, получит массовую поддержку в сентябре месяце. Да здравствует социалист, да здравствует новые победы трудового народа. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ